мы с вами договорились до того что существует только две возможные миссии миссии среди евреев или неевреев понятие зарубежное не зарубежная наверно можно отнести к понятию русская православная церковь есть русская православная сектантская культная штука наверное не оккультная на сектантская которая как бы ограничивает сферу веры параметрами православный русский так вот наград есть как бы церковь поместная русская и зарубежная да но это не те категории которыми апрель оперирует писать описание оперирует как бы миссии среди евреев и миссии среди эллина я хочу чтобы сейчас обратились с вами перескочили с текста послание к римлянам текста тексту деяний апостолов потому что текст деяния апостолов и текст римлян они как бы связаны друг с другом и если а в послании к римлянам есть декларация принципа веры то то деяние апостолов есть а практическое применение тех самых деклараций которые установлены по вам в послании кремлю на поэтому мы посмотрим что значило на практике в жизни апостола павла в жизни апостола павла применение тех самых принципов которые он декларировал только что во первых иудею в первой главе или то что вы называем первой главой послании к римлянам хочу чтобы мы прочитали с вами несколько текстов из деяния апостолов я их буду читать и потом мы будем вместе с вами рассуждать по этому поводу и так служение грубо говоря язычником или вообще служение павла начинается в том месте которое мы называем с вами тринадцатой главой деяния апостолов откройте себе мы почитаем сами несколько стихов и дальше будем читать итак деяние апостолов на еврейте массей шлихим шалех шлихим массой это как бы дела дела апостольские да начиная со второго стиха я читаю когда они служили господу и постились дух святой сказал отделите мне вар наву и савла на дело которому я призвал их тогда они совершив пост и молитву вложив на них руки опустили их кстати еще одна из категорий который вам хорошо запомнить как будущим евангелистам а все верующие евангелисты это понимание того что наше служение должно быть вызвано не нуждой а призванием всегда всегда нужда она была есть и будет если вы едете или идете куда-то служить только потому что там есть нужда такие вещи бывают как временные павел в ефесе до вас половиной года но если вы вызваны нуждой а завтра в этой нужде не будет потребности вы начнете сомневаться в том ли правильно ли вы делаете то что вы делаете наиболее сильные разочарования жизни христианина вызваны тем что он ищет воли божией сообразуясь с нуждой которая есть вокруг него и когда нужда перестает иметь место быть он начинает разочаровываться и сомневаться в правильности выбранного пути если бы человек следовал или верующий христианин следовал бы этому принципу то ему никогда невозможно было бы понять авраама который получив призвание от бога уйти куда-то за 500 миль за 800 или за 1000 километров от своей земли идти проповедовать грубо говоря евангелие потому что авраам был только один единственным верующим на тот момент в окружающей среде если бы я был авраамом я бы наверное возразил господу богу что какой смысл мне идти так далеко я наиболее эффективен в этой среде они меня знают они меня уважают я говорю на их языке я могу с ними общаться я для них серьезное свидетельство нужда в конце концов была везде покажите мне место где было много верующих нигде не было никого не было поэтому с точки зрения авраама если бы он руководствовался нуждой самое лучшее было бы остаться в том месте не говоря о том что это не подпортило боевое отношение с сарой давайте сказать саре идем моя дорогая снимемся с места потому что мне что-то сказал господь бог наверняка не вызвало бы хорошей реакции я знаю о чем я говорю за 22 года жизни в израиле мы поменяли 19 мест жилья поэтому я знаю это не вызывает восторга не у меня не тем более у моей жены вы должны это понимать но тем не менее потому что авраам повинуется призванию именно призванию а не нужде то тогда когда человека постигают временные неудачи или достаточно длительные неудачи он все равно не сомневается что то что он выбрал является именно его путем потому что здесь есть не только нужда но есть еще и призвание кроме того человек иногда не видит нужды или не понимает что есть нужно или думает что есть нужно когда только есть иногда действительно существует нужно но только не в тебе вот пришел тебя все ждали там забудь про это последнее что нужно этого места чтобы ты там появился вместе со своими представлениями часто приезжают в израиль баптист или пятидесятники и они изо всех сил пытается быть пятидесятники риме баптистами с евреями павел писал что с иудеями иудей они говорят нет мы с иудеем будем как баптист и они как бы с дорогой душой пытается уложить сделать из евреев баптиста вместо того чтобы сделать из евреев и евреев верующих иисуса христа но для этого надо для начала самому стать евреем павел говорит я для всех сделал совсем нам не надо для всех 7 у нас мы сделали с баптистами и будем или пятидесятниками и будем и мало того будем из них делать тех каких мы павел говорил подражайте мне как я христу а мы говорим подражайте мне . дорогим иисус не был баптистом ну что сделать и он и пятидесятником не был и харизматиком не был он и христианином не был он христом был но это уже как бы другая тема ладно итак 13 глава деяния апостола 2 3 стих и что происходит 5 стих и бы в саламине обратите внимание они избраны на проповеди евангелия кому не евреем господь бог святой дух отделяет их и в пятом стихе сразу павел как бы послушен господу богу послушал своему призвание что он делает естественно если бы на месте сегодня апостола павла был какой-нибудь курянин которого господь его говорит так я тебя забираю из курян сейчас ты будешь проповедовать типа орловцам и он говорит есть господь бог и он уходит от курян первое что он делает он едет в орел естественно павел обратите внимание но он-то знает тезис а во-первых иудею будучи избранным вместе с варнавой для проповеди служили поводе евангелия не евреям что он делает 5 стих это первое после того как они посланы духом святым и было снова в соломине проповедовали слово божье в синагогах иудейских что это не послушание апостола павла или нечеткое понимание своего призвания или ему нечего было делать или ему нечего было есть или ему охота была поговорить на своем родном языке или исповедовать свои какие-то конкретные традиции или я не знаю что или может быть дух мятежный его заставлял возвращаться я не думаю ну что все павел это прекрасно знает понимает но павел знает что есть как бы фундамент в котором куда бы он ни появлялся где бы он ни был он закладывает фундамент он попадает языческий город и первое место куда он идет повинуясь духу святому святому быть служителем для не евреев он идет в местную синагогу ничего нет удивительного что он идет в местную синагогу потому что в то время христианство которое и не называлось собственно христианством рассматривалась как направление внутри библейского иудаизма кто-то принимал кто-то не принимал кто-то спорил кто-то ругался кто-то кидал камнями ничего удивительно в этом не было только в первом веке согласно различным подсчетам в израиле появилось около 400 миссии и каждого из них должны были проверивать словом проверять словом позднее в синедрионе вы прекрасно помните знаменитую фразу пусть время покажет является ли они посланниками от бога или нет как бы мы не согрешили против них поэтому появление еще одного представителя миссии могло вызывать разнообразные толки отношения однако само по себе не конституировала некоего юридического направления а напротив предлагала внутри развивающейся религии иудаизма еще одно направление когда мы говорим кстати о фарисеях мы должны помнить что мы не можем говорить о фарисеях мы можем говорить а фарисеизмах мы не можем говорить об иудаизме того времени мы можем говорить об иудаизмах того времени. Существовало, по крайней мере, 12 различных направлений иудаизма того времени, из которых фарисеизм был самым лучшим, самым грамотным, самым достойным. Поэтому, когда Иисус говорит, если ваша праведность не произойдет праведности книжников, он не имеет в виду, что они плохие. Он имеет в виду, что даже если ваша праведность не произойдет праведности самых лучших из нас. Павел до последних дней своей жизни, в послании к филиппийцам, позиционирует себя в том самом настоящем времени греческого языка, как фарисей. Позднее, в Деянии Апостола, когда он приходит к ревнителям закона, тут восстали некоторые из фарисейской ерости, верующие в Иисуса Христа, говорится в Писании. Мы должны быть очень аккуратны, когда мы используемся вот этими табуированными терминами, отрицая и осуждая все подряд. Так, Павел в первую очередь идет к иудеям, хотя он служитель апостолов. 14 стих. Здесь же. «Они же, проходя от Пергии, придели в Антиохию Писидийскую, и, войдя в синагогу, в день субботний сели». Мы видим абсолютное повторение того же самого. Первое, что они делают, приходя на новое место, будучи совершенно конкретно и однозначно служителями и язычниками, они идут в синагогу. Обратите внимание, что они соблюдают абсолютно все традиции еврейские. Они не вводят никаких новозаветных традиций. В синагоге закон читается сидя. Иисус, который читает «Дух Господень на мне», читает это сидя. Потом закон толкуется. И это традиция синагогальная. Павел, естественно, кстати говоря, возьмите себе на заветку, приходит в синагогу с покрытой головой и молится. Потому что если бы он зашел без покрытой головы, его бы не пустили в синагогу. Зайти в синагогу без покрытой головы значило то же самое, что зайти в синагогу голым. Поэтому еще раз помните, что Павел с иудеями был как иудей. Кстати, когда мы будем говорить о покрытии головы, знаменитый русский текст протестантский, который волнует всех почему-то больше всего. Помните, что Павел, как и Иисус, между прочим, служили в синагогах в большом количестве. Зайти же в синагогу без покрытой головы никогда не было абсолютно никакой возможности со времен Моисея. Более того, Иисус, естественно, носил всю эту одежду, потому что Иисус-то точно жил в ветхозаветные времена, с кистями на краях своей одежды. Именно их касалась женщина в греческом тексте. Потому что, естественно, Иисус должен был носить эту одежду, которая не смешивалась, естественно, шерсть вместе с соном и так далее, и так далее, и тому подобное. Павел заходит в еврейскую синагогу. Если бы в синагоге не считали Павла евреем, раввином, ему никто не дал бы проповедовать синагоге. Давайте подумаем об этом еще. Христианство, или как мы сегодня думаем, в тот момент не считалось чем-то отделенным, или выделенным, или удаленным от иудаизма. Оно считалось вполне правомочным направлением внутри иудаизма, и вообще не называлось христианством. Именно потому, что Павел обладал определенным авторитетом, как иудеи, представляя другую точку зрения. Ему позволяли вписать. Если я зайду сегодня в обыкновенную еврейскую синагогу, несмотря на все мои звания, вряд ли кто даст читать. Мне надо будет помолиться, мне надо будет произнести благословение при чтении Тора, но вряд ли читать. Это делают специальные люди, в которых есть определенный авторитет, в раках определенных конфессионально-напроверенности в иудаизме, и которые имеют отношение к этой синагоге. Павлу, который приезжает издалека, о котором наслышаны и так, и эдак, он приходит как иудей, апостол язычников. Он заходит в синагогу, садится, читает закон пророков, естественно, после этого, и говорит слово к аудитории. Это возможно только в одном единственном случае. Если окружающие евреи продолжают воспринимать его не как альтернативу своему учению, а как правомочное развитие или одно из направлений внутри иудаизма. В следующую субботу, 44 стих, почти весь город собрался слушать Слово Божие. Почему в субботу? Потому что в синагоге. Почему весь город? Потому что иудаизм того времени был очень, как бы это сказать, евангелистической религией, распространяя ее, активно распространяя. Было огромное количество римлян, которых притягивал иудаизм или его разновидность в виде христианства. Это дало повод написать в известных, дошедших до нас исторических книгах, что сто лет спустя римский сенатор пишет, что мы уже везде, говоря о христианской разновидности иудаизма. того времени. Мы уже везде, мы уже даже здесь, в власти, время. Павел опять-таки, первое, когда у него есть возможность, что делать, он опять-таки идет в синагогу. 49-50 стих, Слово Господне распространялось по всей стране. «Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву, изгнали их из своих пределов». Да, были те, которые принимали, были те, которые не принимали. Они же, говорит Писание, то есть Павел и Варнаву, отрягши на них прах, от ног своих пошли в иконию. Все. Отказались от иудеев. 14 глава. Первое, что они делают, в иконе, и они вошли вместе в иудейскую синагогу. Что это значит? Это значит, что Павел, при невозможности проповеди Евангелия в каком-то конкретном месте иудеям, немедленно после этого обращается в этом же городе к язычникам. Но попадая в какой-то конкретный город, немедленно, что он делает? Это постол язычников. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов, а неверующие иудеи, видите, возбудили, раздражали против братьев сердца язычников. Оказывается, в синагоге ходили большое количество язычников. Почему? Потому что это было единственное место, где можно было услышать альтернативу языческому не просто культу, а языческому нравственному кодексу. Потому что в синагоге, несмотря на все ограничения, по сравнению с тем, что проповедовалось в языческих храмах, блуд, храмовая проституция, кровавые жертвы, абсолютно чудовищный кодекс античести, или антикодекс чести. Все-таки в синагогах того времени проповедовался в том или ином в виде моральный кодекс. Но если не строителя коммунизма, то по крайней мере по тексту, которые читались, это были тексты, представленные Моисеевым законом. Люби ближнего, не кради, не прелюбодействуй, не убивай, не произноси ложного свидетельства. Для очень многих людей это были достаточно аттрактивные идеи. И они приходили в синагогу. Дайте внимание, чем была синагога того времени. Это место, в котором собирались иудеи неверующие, иудеи набожные, или как бы иудеи-агностики, иудеи набожные, иудеи, верующие в Иисуса Христа, и язычники. И кроме того, богобоязненные. Это было место, которое было бы по сегодняшней временам и таки культурный клуб, или культурно-религиозное собрание, в котором собирались. Ничего удивительного, что первое, что Павел делает, он обязательно идет в синагогу. Мы можем дальше идти в Писание, и мы даже если возьмем 15 главу знаменитую, это как бы одна большая тема, восстали 15 главе некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Это вообще замечательное как бы утверждение, которое говорит нам немножко о нашей плюориористичности, как мы должны быть. Оказывается, верующими людьми называли Иисуса Христа, называли тех, которые были из фарисейской ереси. Кстати, слово ересь не имеет здесь отрицательной коннотации, оно имеет коннотацию, просто как бы направление. То есть, оказывается, в Иерусалиме были верующие в Иисуса Христа, спасенные его кровью и принятые апостолом и братом Господа и Яковом, которые мало того, что оставались фарисеями по своему мироощущению и представлению, они еще настаивали на обрезании не только евреев, но и язычников. Причем, при этом, это все наши дорогие, замечательные братья. Сегодня такого человека не то чтобы в церковь не пустили. Его бы предали анафеме еще до того, как он бы приехал в этот город и предупредили бы все церкви, что такого надо остерегаться и бояться. Почему-то именно эти братья в принципе решали или можно Павлу позволить приводить неевреев к Иисусу Христу. О чем это говорит нам сегодняшним евангелистам? Мы должны немножко расширить свое миропредставление и свое представление о том, как мы можем судить людей и делить их на козлов и овец. Кто тут верующий, кто не верующий на основании наших катехизисов, символов веры и прочих представлений. Дорогие мои, Господь Бог намного больше, намного шире, намного непостижимее. И когда мы пытаемся ограничить доступ в Царство Небесное при помощи своих рахитических ухищрений, состоящих из выспрянных слов и надуманных фраз, запрещая людям попадать в Царство Божие, Господь печально смеется над этим. Единственные, кто является жертвой или падаем жертвой на это, не единственные, но в первую очередь это мы сами, потому что мы ожесточаем свое сердце, запрещая идти туда тем, которым нам просто непонятны. Но Павел апостол язычников все-таки возвращается в Иерусалим и он опять-таки ищет авторитетного утверждения со стороны апостолов еврейских. В 19-20 стихе Иерусалимский совет в 15 главе выносит решение в отношении евангелизации среди язычников или, если хотите, о правилах, на которых можно допускать язычников в Царство Небесное. Звучит странно, правда, сегодня допускать язычников веровать в Иисуса Христа. И мы как бы пропускаем эти места очень часто, забывая, что они говорят, ну ладно, давайте найдем компромисс, разрешим им веровать в Иисуса. Вы должны радоваться. Вам в 15 главе Деяния апостолов разрешили веровать в Иисуса Христа, язычникам разрешили веровать в Иисуса Христа, слушайте внимательно, не становясь евреями. До сих пор любой язычник, который приходил к Иисусу Христа, он должен был взвешивать переход в еврейство, потому что вера в еврейского мессия, еврейского Бога предполагала, что ты тоже станешь евреем. Начиная с 15 главы Деяния апостолов в законодательном порядке вводится постановление о том, что язычнику отныне не обязательно становиться евреем, чтобы веровать в Иисуса Христа, однако, однако это важнейшая вещь, которая очень часто упускается из виду христианами, иногда сознательно, иногда нет, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда удавленены крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Внимание! Что это за четыре ограничения? Они напоминают, конечно, свод законов Ноя, то есть требования к язычникам, но тут, кстати, достаточно серьезная ссылка, которую мы упускаем, на Левит, 17 и 18 главы. Почитайте их, когда у вас будет время. Левит, 17 и 18 глава говорит, что соблюдение этих четырех основополагающих признаков является условием присоединения неевреев к еврейскому народу в земле обетованной. То есть, если ты язычник и хочешь жить в земле обетованной, ты обязан был не есть удавлененные крови, не творить блуда, воздерживаться от оскверненного, это являлось непременным условием выставленных в 17 и 18 главе твоего присоединения к народу священников. Подумайте об этом. Апостолы в 15 главе в Иерусалиме приходят к мнению, что ты может быть присоединен. Тебе дается право, вот в чем основная идея, присоединение. Тот же самый петис и мысль, которая в 17 и 18 главе проводится и здесь. Даже неважно на каких условиях. Но идея состоит в том, что отныне ты имеешь быть право, будучи язычником и не становясь евреем, присоединен, потому что эти четыре условия и являются символом присоединения к еврейству. При этом, при этом, все очень здорово, все хорошо. Вы присоединены, вы веруете в Суду Христа, обретаете спасение. А как жить? Вы знаете? Нет, не знаю. Потому что, например, событие, которое происходит в Коринфе, когда кто-то начинает жить с женой своего отца, свидетельствует о том, что люди, которые принимают Святого Духа, однако, они не имеют вот этого Псаа или Басара, они не имеют этого основания в лице морального кодекса имени Моисея. И они не знают, что делать с этим Святым Духом. Откуда им, скажем, знать, будучи язычником, который веровал вчера, что жить с женой своего отца плохо? Откуда им знать, что заниматься гомосексуализмом плохо? Евреи, естественно, это знали, потому что они читали закон Моисеев. И когда Дух Святой расширяет им горизонты или укрепляет, если хотите, фундамент Моисеева закона, они берут это наследие наследие и подносят его или поднимают его на более высокий уровень. Они не придумывают альтернативный закон в другую сторону. Они не придумывают альтернативное описание. Они занимаются тем, что называется прогрессирующим откровением, когда данная раз и навсегда Богом приподнимается на новый уровень. Они говорят, ага, вот что это значит. Убивать нельзя было, и теперь убивать нельзя, но даже мыслить об этом нельзя, блудить нельзя было, и теперь нельзя, но даже думать об этом, это не подмена одного принципа другим, это расширение того самого фундаментального принципа, заложенного в законе Моисея. Но у язычников-то этого принципа нету. Им дан Святой Дух, который в хорошем смысле руководит сейчас на пустом месте. Писание они никогда не читали, на иврите они не читали. Большинство из них было неграмотными, в отличие от евреев, который был народом книги и требования, чтение Писания обязательно сопровождалось грамотностью, потому что иначе невозможно это было делать. Даже те, которые читали по-гречески, как правило, их руки не доходили до септуагинты, потому что она была в синагогах, и большинство из них никогда, большинство, не все, туда не ходило. Поэтому, когда им говорили Моисей, Авраам, змей в пустыне, Сара, для них это были пустые слова. Поэтому, что рекомендуется им, обратите внимание, поразительная вещь, то есть вы присоединены, ладно, ибо закон Моисеев о древних родах по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Им говорят, дорогие мои возлюбленные, новоиспеченные язычники христиане или христиане из язычника. Теперь, когда Господь Бог явил вам милость, неплохо бы вам бы обратиться к священным текстам и неплохо бы вам разобраться вообще во что вы уверовали и как вам надлежит жить. Потому что евреи говорят, будем делать. А что делать-то, если ты не знаешь, что делать? Им рекомендуется после уверования начинать как бы ближе знакомиться с еврейским или читай библейским наследием, где это возможно было делать, это возможно было делать только в синагогах. Естественно, я не говорю, что сейчас вам всем надо идти в синагогах. Хотя бы потому, в синагогах, хотя бы потому, что сегодня Евангелие Иисуса Христа не проповедуется в синагогах. Отчасти из-за двухтысячелетней истории взаимоотношений, не всегда самых красивых. По обоюдным проблемам синагоги и церкви. Но, по крайней мере, вы и сегодня имеете возможность обратиться к тому замечательному наследию, который оставил нам Иисус Христос, к тому еврейскому основанию нашей с вами веры. 16 глава. Дошел он до Дервия Илистра, и вот там был некоторый ученик именем Тимофея, которого мать была иудеянка, уверовавший в отца Эллен. Его пожелал Павел взять с собой, взяв, обрезал его ради иудеев. Пять поразительных актов. Он приходит в новое место. И в этом новом месте что он делает? Первое дело это он обрезает. А простите, а кого он обрезает? Тимофей. Тимофей был евреем не, дорогие мои. Тимофей был в чистом виде язычником. Это мы сегодня думаем, что евреи его воспринимали как еврея. Но он был с точки зрения евреев выродком, потому что его мать вышла замуж за нееврея. И одномоментно человек, который выходил замуж за нееврея или женился на еврейке был обязательно настрокирован или удален из еврейского общества. Его дети не считались евреями или не могли ни в коем случае считаться неевреями. Иными словами, Павел берет и обрезает нееврея. Вы скажете, ну, ради служения. Я что-то не совсем понял. Отрезание крайней плоти на тот момент делали не только сыны Израилю, но и сыны Исмаила. То есть, само по себе обрезание или физическое устранение крайней плоти не делало тебя евреем. Единственное, что могло тебя сделать евреем, это факт признания того, что ты хочешь быть евреем. Или, как сегодня назвали бы, конверция или конвертация или прозелитизация или переход из любой веры в еврейскую веру, не в национальность. Мы с вами говорили, потому что для Тимофея это было уже невозможно. Более того, совершенно поразительную вещь. Думали ли вы когда-нибудь о том, что если бы Павел не был уважаемым раввином иудейского толка, то акт обрезания им Тимофея не имел бы никакой силы в глазах евреев. Уже не говоря о том, что Тимофею не надо было постоянно снимать свое платье, дабы показывать, что вот кто бы это интересовал. То есть Павел воспринимался тогдашним еврейским населением, будучи апостолом, язычником, будучи, как мы сегодня бы сказали, еретиком в отношении синагоги, тем не менее, сюрприз, он воспринимался тогдашним еврейским сообществом как вполне легитимный иудей, что еще раз нам доказывает, что верование его в Иисуса Христа того времени вовсе не было некой альтернативы или камнем преткновения для евреев. Просто Павел с иудеями был как иудей. И делал он это не в мимикрических целях, прикидываясь тем, кому он на самом деле. Просто Павел действительно не видел никакого противоречия в том, чтобы оставаясь евреем или иудеем если хотите или фарисеем в полном смысле этого слова продолжать веровать в Иисуса Христа в чем его укрепил естественно и Иерусалимский совет. И так далее и тому подобное. 17 глава пройдя через Амфиполь в Аполлонию они пришли в Фессалонику где была синагога иудейская. Просто поразительно каждая глава я не пропускаю практически ни одной главы. Павел который отрыхает прах со своих ног рак с разом и который провозглашает себя апостолом язычником тем не менее систематически первое что он делает в любом месте он обязательно идет в синагогу. В ожидании в Афинах 16 стих там же 17 главе Павел возмутился духом при виде этого города полного идла и так он рассуждая в синагоге с иудеями и чтущего бога. 18 глава Павел оставив Афины пришел к рыб и найдя некоторого иудея просто с какой-то параноидальной настойчивостью писание сообщает нам после избрания Павла апостола такое создается впечатление что он шел к язычникам чуть ли как бы необходимость хотя он конечно развеивает это потом он воспринимает служение своей с великой радости но тем не менее систематически без единого исключения обратите внимание первое что он делает всегда в любом городе несмотря на то что в процентном отношении количество иудеев во много раз было меньше чем количество эллинов для того чтобы собрать большую жатву ему естественно было бы практичнее идти к неевреям ничего подобного он тратит большую может быть самую ценную часть своего времени элемент неожиданности прибытия в город на то чтобы так или иначе общаться с евреями девятнадцатая глава коринф восьмой стих придя в синагогу он небоязненно проповедовал три месяца придя в синагогу и так далее и тому подобное мы можем сколько угодно об этом говорить на самом деле как бы вы уже поняли основную идею суть состоит в том что куда бы он не приходил он всегда первое что делает он проповедует евангелие во первых иудею дальше и эллину я хочу еще обратить ваше одно внимание на очень поразительный момент с моей точки зрения в шестнадцатой главе и так осознаваясь одиннадцатого стиха и так отправившись из трады мы прямо прибыли в Самофракию это пишет как бы Лука а на другой день Неаполь оттуда же Филиппы это первый город в этой части Македонии колония в этом городе мы пробыли несколько дней и в день же субботний мы вышли за город к реке где по обыкновению был молитвенный дом и всем разговаривали там собравшимися там женщинами интересная вещь я попытаюсь вам объяснить что это значит потому что как бы ну возле синагоги сам тот факт что в день субботний говорит о том что это были евреи если в городе была достаточно большая община она могла позволить себе роскошь содержать молитвенный дом и собираться практически каждый день почему каждый день потому что в молитвенном доме который синагоге на греческом языке обозначает или собрание или идти вместе кстати говоря слово синагога не обязательно значит молитвенный дом для евреев например собрание сочинения Аристотеля на греческом языке называется синагоге аристотель то есть собрание должны понимать марк говорит там была синагога евреев как бы марк который пишет не евреям он подчеркивает что синагога сама по себе нейтральный термин она может начать собрание кого угодно для чего угодно поэтому он пишет синагога евреев сегодня это казался бы нонсенс мог ясно что синагога для евреев тогда это было не одно и то же так вот в синагоге еврейской синагоге всегда происходило огромное количество событий там и это не пили там и женились там получали право на развод там воспитывали детей там был всегда дейт мидраж то есть место где люди обучались писанию где договаривались об экономических сделках где происходил это был центральное место где происходило жизнь человек поэтому приходить туда принципе учиться обучать можно было каждый день суббота естественно было кульминации но это было только в том случае если община была более или менее многочисленной или существовал так называемый миньян или 10 взрослых мужчин которые могут собираться молиться почему меня это идет из старой еврейской традиции когда авраам молил господа а городах а содомия на море он если будет хотя бы 50 праведников 40 праведников 30 20 и как бы нету 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 хотя бы 10 и когда как бы этого не нашлось то естественно город был уничтожен но а тем не менее в еврейской традиции 10 критическое число то есть как бы если нету десяти праведников то нечего сделать синагогу и видимо это был вот такой маленький городок в котором не было десяти мужчин совершеннолетних праведных которые молились бы богу поэтому или может быть по материальным соображением поэтому ежедневно каждый день не проводили служение негде но по традиции еврейской всегда служение если не было место проводились у водоема или у реки для того чтобы совершать ритуальные омовения или как позднее стала как бы христианская практика крещения или ритуальные омовения или квази христианский или прото христианские ритуальные омовения и для этого надо было иметь большое количество проточной воды поэтому собирались при наличии естественно водоемов у реки и это именно тот самый случай когда собирались несколько человек из тех которые были еврейские общины поразительно другое у павла есть несколько дней после того как он прибывает в филиппы и для того чтобы пойти в листре филиппу и для того чтобы пойти в и он не идет он не проповедует евангелие потому что нету ежедневных служений он пренебрегает поразительной возможностью хотя бы использовать эти несколько дней для проповеди евангелия не евреям раз уж евреям негде их негде собрать и он этого не делает что это предрассудок что это за бобон какой-то или может быть четкое совершенно обетование и верность тому что он получает от господа бога что где бы он ни был чтобы он не делал при каких обстоятельствах бы он не находился если у него есть мало мальска единственное из ста дец пропорционально что угодно возможность проповедовать иудеям он наставленный во всей мудрости фарисейской иудейской и помнящий и знающий все законы ибо воспитывался при ногах гамлиэля или по-русски гамалиила он относится со страхом и трепетом заповеди данной ему господа богом при этом я хочу еще раз настоятельно подчеркнуть оставаясь апостолом не евреев оставаясь апостолов язычников он продолжает гнуть что называется ту же самую линию где бы он ни находился он всегда в первую очередь идет к иудеям образовательный ресурс видеосеминарий твс это ваши пожертвования мудро вложенные христианское образование поддержите наш проект молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3w-тв семинаре . то же самое касается и пассивной евангелизации активная евангелизация когда вы идете непосредственно и занимаетесь вопросами проповеди его но пример если вы почитаете еще одно место из писания скажем и евангелия книгу деяния апостолов 15 главу 25 27 стих то увидите то мы собравшись единодушно рассудили избрав мужей послать их к вам с возлюбленными нашими варнавой и полом человеками предавшими души свои за имя господа нашего иисуса христа и так мы послали иуду и силу который здесь от вам тоже самое словесно дальше они как бы вручают письмо и мы видим по своей сути что происходит тоже самое пассивная евангелизация в дальнейшем некий сбор пожертвований для святых и иерусалима это не просто христианская гуманитарная помощь как мы думаем вот они как бы собрали денег для павла было четкое понимание что есть миссия среди евреев и миссия среди неевреев и пассивной евангелизации является сбор средств это евангелизация это не гуманитарная помощь для проповеди евангелия во первых иудею а также и это кстати говоря достаточно такое белое пятно или белое место сегодня в вас одни протестантских церквей когда собирается огромное количество средств на всевозможные проекты на построение не знаю дворцов колоссальных церквей помощи бедного гаити в нигерии где угодно да да и аминь слава богу однако мы не должны забывать того же самого приоритета который выставляется здесь где бы ни было как бы ни было средства для проповеди евангелия среди евреев где бы они не находились кого бы ни была сумма пусть мизерная пусть динарий пусть лепта все что угодно это должно быть вот здесь вот в головах у христиан дабы обрести благословение у господа бога первейший приоритет как активное так и пассивное участие в евангелизации как словом делом так и материальными средствами состоит в том дабы уверовала как можно большее количество евреев мы будем заканчивать вот эту вот тему буквально еще несколько слов основным возражением против того что мог как бы надо во-первых проповедовать и евреи является а тот факт общепринятый достаточно факт что написанное в деяниях апостолов она как бы а после послание кремлин то есть послание кремлин было написано раньше его первых иудею а потом когда мы переходим к событиям деяниях апостолов они как бы корректируют написанный приоритет послание кремлина однако отмена постановления во первых иудею фиксируется только в двух местах евангелия а именно в деяниях 13 глава 44 по 48 стих я прочитаю если вы хотите это место следующую субботу почти весь город собрался иудеи увидев народ исполнили заводь мы говорили с вами об этом и они как бы отреши из них прах со своих ног пошли в иконию и еще одно место это деяние апостолов 18 глава 5 и 6 стихи когда пришли из македонии сила и тимофей то павел понуждаем был духом свидетельствовать иудею что иисус есть христос но как они противились и словами то он от трясший одежды свои сказал к ним кровь вашим на главах ваших я чист и отныне иду к язычникам так вот эти два места имеют отношение только к тому что когда их отвергали евреи они в этом же городе или в этой же области шли к язычникам только в этом смысле то есть как бы если их отвергли иудеи то они направлялись к язычникам но когда они шли в следующий город то не обязательно обратно возвращались к евреям и самое последнее еще одним ну минорным как слов не самым главным возражением является то что слова сказано здесь апостолом павлом они декларативны они как бы не имеют обязательности или обязательного мотива в своем исполнении на предмет того что павел горит говорит это вам говорю я павел впрочем как бы я павел они иисус христос помните как вопросов женин на богословском языке опять-таки это называется как бы им предлагают делать это бы не законодательное восстановление можно спорить поэтому однако законодательность этого мотива вернее обязательность его или предлагаемость его не влияют на терминологию того что приоритетное значение всегда было есть и будет то есть если мы хотим каким-то образом иметь благословение в своей жизни и в жизни своих церквей что должно быть поставлено четко на свои места евангелизация или как мы с вами поделили ее достаточно широко это жизнь за христа или во имя христа прежде всего одномоментно с проповедью евангелия или если хотите проповеди евангелия одномоментно с вашей жизнью первое голова угла голова не хвост проповедь евангелия евреям в любом виде всегда при первой же попавшейся возможности есть такая возможность если попадаете место где нет ни одного еврея ну естественно вопросов нет обязательно и только тогда язычник тогда вашей жизни наступает полный порядок смысле приоритетов и того чем вы должны заниматься мы закончили с вами рассмотрение первой главы как тезиса или как бы указание к действию в отношении евангелизации среди евреев следующая тема которую мы с вами рассмотрим это плана господа бога в отношении еврейского народа и мы с вами поговорим на следующей нашей беседе о знаменитых 9 10 и 11 главе послания того же самого послания к римлянам и 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